Здравствуйте! В эфире проект телеканала «Беларусь-4. Школа жизни». В справочнике «Беларусь в цифрах» на 2017 год Национального статистического комитета есть данные о количестве пользователей социальных сетей. Среди беларусов от 6 до 10 лет в социальных сетях сидят более 42%. От 11 до 15 лет – почти 86. Чем полезны и чем опасны социальные сети для детей? Разобраться в этом попробуем вместе с гостями нашей передачи. Социальные сети очень широко шли в нашу жизнь, но очень часто мы о них вспоминаем со знаком «минус». Почему это происходит так, мы об этом поговорим. Сейчас уже не говорят о том, много ли времени люди проводят в соцсетях. Они просто его там проводят. А вот качество этого времени и то, какие результаты могут быть от этого времяпровождения, мы должны сегодня обсудить. Социальные сети – это неотъемлемая часть реальности наших детей. Можно ли извлечь из этого пользу? Об этом мы сегодня поговорим в нашей программе. Сегодня, анализируя преступления и правонарушения, которые совершают несовершеннолетние, мы все чаще находим в них негативный след социальных сетей. Итак, социальные сети – это неотъемлемая часть жизни современного ребенка. Статистика утверждает, что время, проведенное в виртуальной среде детьми, с возрастом увеличивается. А как меняются интересы детей? Что именно привлекает детей разных возрастов в разных соцсетях? Я думаю, их чаще всего привлекает две вещи, которые их наиболее интересуют в подростковом возрасте. Это возможность пообщаться и найти людей схожего характера, со схожими интересами. И возможность узнать, посмотреть, попробовать что-то такое новое, чего до этого они не видели. Возможно, родители бы не одобрили. А где-то попробовать чуть-чуть глоточек свободы сделать. Большой или маленький. Есть подтверждающие статистические данные, что они соцсети посещают шести лет. А может и раньше. Возможно, есть, конечно, и такое... Малолетние пользователи. В соцсетях очень много развлекательного контента. Это всевозможная музыка, видео. И порой дети могут там смотреть в соответствии с своими интересами абсолютно любое видео. И в какие-то группы подписываться. Ступать очень много всевозможных приколов и так далее. Поэтому это тоже как одна из возможностей проведения. На самом деле у младшего школьника ведущая деятельность это не только учеба, но и игра. И если дети такого возраста, 6-10 лет, и приходят в социальные сети, они приходят как раз-таки за теми мини-играми, которые есть в этих социальных сетях. И они больше думают как раз-таки о том, чтобы там как-то получить удовольствие от игры, похвалиться перед друзьями своими успехами. Вот поэтому там есть младшие школьники. Базовая потребность в общении, в принципе, она у каждого человека есть, но особо обостренная это потребность наших подростков. И поэтому для них социальная сеть – это действительно тот источник получения бесконечного и порой даже неконтролируемого никем общения. И они получают эту потребность по полной программе. И мне даже трудно сейчас найти, наверное, подростка, который никак не связан с социальными сетями. В чем польза и в чем вред социальных сетей для развития ребенка? Вот насчет пользы я бы подошла с такой стороны. Если посмотреть на потребности психические, физические, эмоциональные потребности ребенка, где-то после 10 лет, какие из них могут качественно быть реализованы в соцсети? В хорошем качестве. Практически никакие. Скорее, социальная сеть служит заменой потребностей в общении, если в жизни это не настолько хорошо, как ему бы хотелось. Чем больше времени он там проводит, чем больше он пытается заменить реальным и виртуальным, тем меньше навыков формируется, и тем с каждым годом ему все тяжелее и тяжелее. Строите отношения здесь. И тогда от переживаний он опять ныряет по привычке в соцсети. Я считаю, что единственная польза, которую может извлечь подросток из социальной сети, это возможность самообразования и возможность обучения. В соцсетях очень много материалов, очень много специализированных групп, где можно изучать иностранные языки, где можно получать информацию для саморазвития, для развития бизнеса, можно вступить в определенное сообщество. Целые группы студентов объединяются для того, чтобы обмениваться домашними заданиями, материалами, вместе искать ответы на какие-то вопросы. Вот это, наверное, единственное, что можно извлечь, грамотно используя этот инструмент. Я скажу о том, что нельзя вот так однозначно судить, что это социальное сеть, это добро или зло. Это инструмент. И все зависит от того, в чьи руки этот инструмент попал. И опять-таки, если этот инструмент попадает в руки неблагонадежных людей, мы знаем, чем это чревато. Появляются группы смерти, появляются группы, которые манипулируют детским сознанием. Ну и, в принципе, очень много деструктивного контента можно с помощью социальных сетей опять-таки распространять. Абсолютно согласен с последним мнением, потому что действительно это все очень сильно зависит от того, в чьих руках эти инструменты. Ну, мы сталкиваемся больше уже с негативными последствиями, скажем так, но действительно это при тех условиях, когда это в плохих руках, это к очень неблагоприятным последствиям приводит. Те же синие киты, которые активно пропагандировали другие сайты, в том числе сообщества, точнее суициды среди несовершеннолетних. Известный факт, они у нас меньше распространения имели, больше в той же России, когда несовершеннолетних, по сути, направляли на какие-то экстраординарные поступки для того, чтобы они как-то проявили себя, которые в том числе и негативно заканчивались. Эти же соцсети, которые, опять же, к экстремальным поступкам, связанным с катанием на электричках, то есть какие-то экстремальные проявления, которые, на первый взгляд, подросткам кажутся в сети очень безопасными, они пытаются повторить, и это приводит к трагическим случаям, в том числе даже и в Гомеле у нас были, когда дети пытаются селфиться на опасных объектах, и, к сожалению, было, что и падали, и получали очень серьезные телесные повреждения в результате этого. Поэтому, конечно, это инструмент, и нужно следить за этим инструментом. Тут в этой ситуации, наверное, очень существенная должна быть роль родителей, которые должны пытаться это контролировать. Два интересных факта о социальных сетях. Первый. Лаборатория Касперского отмечает, что самые распространенные сети среди белорусских пользователей – это ВКонтакте и Одноклассники. Второй. На интернет-ресурсе Гомельской школы номер 55 размещена памятка родителям, где эти ресурсы ВКонтакте и Одноклассники называют самыми опасными для подростков. Означает ли это, что наши дети, посещая социальные сети, находятся в зоне потенциальной опасности? Как и в жизни, так и в соцсетях. Есть как и хорошее, так и плохое. Есть и риски, и опасности. Есть и адекватные, и нормальные сообщества. Здесь еще я бы хотела добавить, кроме рисков и опасностей, вот какой момент. Что тоже не очень хорошо для подростков, слишком много проводящих времени в соцсетях. Это пожиратели времени. Время, проведенное в соцсети, изъято из жизни ребенка. Он не получил свой жизненный опыт. К тому моменту, когда он не повзрослеет, а скорее станет совершеннолетним, и уже должен будет иметь какие-то навыки жизненные, чтобы дальше самостоятельно свою жизнь построить. Время, кем-то съеденное раньше, не позволит ему получить эти навыки. Он будет недостаточно зрелым. Поэтому в данном контексте, мне, допустим, не очень нравится, что это время, постоянное, туда потоком уходящее, это пожиратели времени. Говоря о каких-то конкретных соцсетях или мессенджерах, или о чем-то, нужно говорить о каких угрозах, о чем мы говорим, по сути. С точки зрения, скажем, правоохранительной системы, если говорить уже о угрозах, которые действительно могут существенный вред, такой сиюминутный привести, или как самому ребенку, что он может стать жертвой каких-то противоправных действий, в том числе и своих личных, или же быть вообще вовлечен в преступную деятельность, то такая угроза тоже существует, и существует очень активно. И тут гораздо большее, наверное, влияние оказывают, на что надо родителям обращать внимание, все-таки вот мессенджеры, те же Телеграм, Ватсап, Випул, они активно используются для вовлечения детей в противоправную деятельность. И, как правило, они используются в том же при распространении наркотических средств. Есть сети, тоже ВКонтакте, они более открыты по сравнению с теми же одноклассниками для распространения порнографических материалов. То есть если в одноклассниках это более контролируемо, самими же операторами социальной сети, то ВКонтакте это более распространено. У нас есть случаи, когда несовершеннолетние, в том числе, участвуют в этой деятельности, потом привлекаются к уголовной ответственности. И они видят, что это доступно, и это просто. То, в принципе, любую суть сеть можно и нужно контролировать по сути своей. У нас на сегодняшний день законодательно закреплено возможность блокирования только исключительно сайтов, на сегодняшний момент, которые пропагандируют экстремистскую террористическую деятельность. Хотя и эти такие факты у нас есть. У нас есть факты, в том числе, привлечения несовершеннолетних, уголовной ответственности за распространение вражды и национальной розни посредством сети интернет. Тяжелее, но на сегодняшний день, в законодательском уровне, только эти сайты, по крайней мере, пытаются отследить и заблокировать. Потому что, по сути, это очень сложная задача и невозможная. У нас практически все они идут, базирование имеют на ней Республики Беларусь, и какими-то способами и средствами их заблокировать практически невозможно. Любой ребенок, любой пользователь оставляет очень много информации в соцсети. Это и при заполнении своего профиля, это и постоянные фотографии, описания своей жизни, времяпровождения, отдыха, быта и так далее. И любой желающий может этим воспользоваться. И не всегда в каких-то благоприятных, либо позитивных моментах. То есть можно отследить благополучные семьи, можно отследить семьи с каким-то достатком и так далее. И это использовать в каких-то целях. Поэтому как можно меньше информации нужно оставлять в соцсетях. Есть такое понятие, как сетевой этикет. Где и кто может научить этому ребенка? Когда я у своей старшей дочери, у подростка, спросила о сетевом этикете как-то, как раз недавно, она слегка удивилась. Ну, мне было понятно, что подростки туда ныряют как раз-таки как в пространство, где этикет не обязателен. Как в пространство, где рамок минимум. Он существует вот в какой форме. Это то, что она мне сказала. Да, есть такая позиция. Она была озвучена следующим образом. Не повышай до меня шрифт. И нечего в меня тыкать восклицательными знаками. Мне тут просто кажется, что очень важно тот уровень этикета, который мы используем в повседневной жизни, сохранять и при общении в соцсети. Ведь очень часто подростки сокращают. Используют свенг, жаргон, где-то используют знаки прикинания и так далее. То есть, получается, они уходят от всего того, что в нормальной естественной жизни или переписке мы используем. И это может неблагоприятно сказаться и в дальнейшем, потому что мы забываем русский язык. Тоже как одна из организаций, осуществляющая компьютерное образование, IT-образование. Постоянно ведем такую работу. Мы проводим ее в школах. Лекции, встречи, на которых мы учим детей, учим родителей безопасно использовать интернет. То есть, это как бы та работа, которую в том числе и мы проводим. Со словом лайфхак уже многие родители знакомы, особенно молодые. Это то, что раньше называлось русским словом соображалка. Это какое-то универсальное решение. Быстрое решение какого-то вопроса. Например, слово мемчики, если вы слышите, для родителей многих это означает просто какую-то шутку. Чаще всего то, что вызывает наш смех, проникает в подсознание, почти минуя сознание и становится частью нашего мировоззрения. Чем мне не очень нравится именно мемчики, тем, что многие из них создают мировоззрение растущего ребенка. Таким образом, огромное количество социальных сообществ готовят, растят молодых людей, толерантных к каким-то не очень хорошим проявлениям в обществе, толерантным к экстремистским или каким-то другим проявлениям. Или, с другой стороны, растят молодых людей достаточно невротичного склада. Жертвами каких конкретно действий могут стать дети, пользователи социальных сетей? Во-первых, конечно, это большой риск быть вовлеченным в противоправную деятельность. Один из самых распространенных на сегодняшний день, скажем, преступлений, которые касаются, ну, не говоря уже о детях и подростков в том числе, которые же, пускай им перевалило за 18 лет, но которые, по сути, еще, в принципе, остаются детьми. Это, конечно, незаконный оборот наркотических средств. У нас на сегодняшний день, скажем, 90% теневого рынка наркотиков, оно перешло в интернет и распространяется посредством интернета. И очень часто вовлекаются предложениями о быстром и доступном заработке несовершеннолетние, да и подростки просто в эту сферу созданы условия для обезличенного распространения этих наркотиков. То есть никто, нету прямого контакта, скажем, с приобретателем наркотических средств и сбытчиков. Детей этих привлекает, к сожалению, очень серьезная ответственность за это предусмотрена. Только недавно у нас в Гомеле задержали двух несовершеннолетних, которых таким образом склонили через социальные, скажем так, вот эти мессенджеры, к распространению наркотических средств. Ответственность сумасшедшая. Причем я хочу сразу отметить, что это ни в коем случае не является, скажем так, преступлением, которое наиболее распространено там в низких социальных слоях населения. К сожалению, это в том числе... То есть это не дети из неблагоприятных семей? Это дети с очень благополучных семей, у которых родители с хорошим достатком. Они где-то и понимают, какая ответственность, да, там иногда в сетях гуляют там, знаете, ой, там 10 лет, но они не понимают, что такое. У них очень низкая оценка реальных последствий этого всего. Как мы и говорим о детских суицидах, они в основном демонстративны. Они не понимают, что это конечное. Они думают, что вот я сейчас сегодня совершу этот суицид, а завтра пойду в школу. А все это будут обсуждать, это все так красиво, все они не понимают, что это все нереально воспринимают, скажем точнее даже, ту степень ответственности, которая после этого наступает. И это вот очень плохо. Кроме распространения наркотиков, к сожалению, встречались случаи, когда детей склоняли к достаточно откровенным фотографиям. Но потом этой фотографией в купальнике шантажируют этого ребенка, говоря, что я это выложу всем твоим друзьям, я родителям покажу и расскажу, какая ты, если ты мне не пришлешь более обнаженную фотографию. У нас, к сожалению, очень много взрослых жертв таких преступлений, не говоря уже о детях. Взрослых людей таким образом склоняют, вымагательство, то есть выманивают денежные средства. То есть в этом плане детская психика вообще не приспособлена к тому, чтобы сопротивляться таким фактам. Если уже мы говорим тут о фактах такого воздействия, к сожалению, дети сами участвуют в распространении порнографии. К сожалению, распространенный буллинг, когда детей, соцгруппы, в которые он уже заменил на реальное общение, туда вступает и начинает его травить. Это, по сути, вот это чучело, то есть уже переносится в социальные сети. Не физическое насилие такое, психологическое, личное, да? А виртуальное. И оно приходит к очень, тоже приводит к негативным, тяжелым последствиям. И ребенок, размещая какой-то контент, фотографии, либо комментарии, всегда ждет одобрения от общества, всегда ждет лайки, всегда ждет комментарии. Он постоянно находится на связи онлайн, в смартфоне, в компьютере. И не может без телефона, не может без этого. То есть ему нужно получить свою дозу гормона удовольствия, как говорится. И это просто превращается в зависимость. Причем это действительно может быть уже на уровне гормональной зависимости. Что нужно делать родителям, чтобы общение их детей в соцсетях приводило только, скажем, к позитивному изменению, а не носило деструктивный характер? Я бы предложила задуматься вот над чем. Вот у меня есть телефон. Когда родители еще только планируют купить ребенку первый смартфон, то есть телефон с выходом в интернет. Ребенок понимает, что это выход в пространство, которое скоро может стать закрытым, где он может спрятаться в тайную комнату. Там будут его секретики. Но на самом деле это и не вещь, и не комната. Это дверь. Вот она открыта. Дверь открылась. И вот с этой вещью родитель должен научить ребенка обращаться точно так же, как с входной дверью. Вспомните, пожалуйста, что вы делали, как вы учили малыша, когда ему было 3 года, 4 года, и он бежал к двери на звонок. Как вы его учили реагировать? Что можно, что нельзя? Эта дверь абсолютно такая же. И правила практически те же. Что нужно спросить у человека, который звонит? Кто там? Кто там? Кто там? Если же телефон дан ребенку вот так, без объяснений вот этой техники безопасности, это абсолютно равно тому, как вы в своей квартире открываете дверь на стеж, снимаете ее с петель и уносите на балкон. Кто тогда может войти в жизнь к ребенку? Кто угодно? Абсолютно правильно сказано. Только я бы хотел один нюанс обратить внимание. По сути своей, у нас далеко не все родители владеют вообще. Сейчас только начинает вырастать поколение родителей, которые знакомы, что такое интернет, что такое мессенджеры, умеют этим пользоваться. Большинство родителей от этого очень далеки не могут контролировать. Вот в этой части мне бы, по сути, хотелось, чтобы больше внимания уделялось стороне образования. Потому что это надо уроки и для детей, как уметь пользоваться, знаете, как раньше было этика семейной жизни, о которой сейчас, к сожалению, вспоминают, что ее нет. Потому что ее не хватает, да? То есть это также должна быть этика интернет-общения. И это обязательно должны быть практические уроки для родителей. С тем, на что обращать внимание. И родителям нужно тоже учить это контролировать. Да, взрослые проиграли войну за социальные сети. И виноваты в этом сами. Они сами почему-то решили, что их там быть не должно. Если бы там были взрослые, если бы там было много взрослых, которые распространяют хорошую информацию, наши дети меньше бы обращали внимание на какое-то зло и попадали на злых людей. Поэтому надо везде и в жизни находить с детьми общий язык, быть для ними не только родителями, смотреть на них сверху вниз, но и как-то опускаться на один уровень, для того, чтобы общаться наравне. Я хочу, прежде всего, дать совет, что же делать родителям, что же делать тем пользователям, которые регистрируются в соцсетях. Я бы посоветовал в первую очередь это указывать минимум информации о себе, о членах своей семьи, регистрируясь в социальных сетях. Потом принимать друзья и приглашать только тех людей, которых мы хорошо знаем, ни в коем случае не посторонних, вести диалоги какие-то, только убедившись, что за профилем наших знакомых действительно как бы есть наши знакомые и люди, которые себя за них выдают. Желательно закрывать свои все же аккаунты от посторонних, не поддаваться на какие-то провокации, на обсуждение каких-то там тем, листовое содержание, либо еще не давать информацию, которую тебя пытаются получить. И вот хоть таким вот образом мы можем себя как-то обезопасить. Да, как раз таки это был бы такой момент, когда вот это общение, которого так не хватало взрослым и детям, вот он и связал бы, эта тема связала бы. Объединила? Объединила, да. И ребенок почистил бы себя значимым, уважение немножко его бы подросло. Родитель бы и узнал, какой он в человеческом общении, и может быть, что-то бы понял о том, чего на самом деле стоит бояться. Если ребенок в жизни может быть чем-то интересным занят. Если вы разумно ограничили время общения в соцсетях, оно должно быть разумно ограничено. Шесть-семь часов в неделю предостаточно. Иначе начинает страдать реальная жизнь. Если он там что-то обменивается какими-то шутками, это может быть точно так же, как они болтают во дворе. Это не так уж страшно. Они таким образом свой интерес, свое любопытство реализуют. Но это только в том случае, когда у вас получилось найти ему интересное, может быть, совместное с вами занятие в реальной жизни. Когда вы знаете, что его интересы реальные, его успехи реальные для него тоже важны, и не заброшены ущерб соцсетям. Тогда действительно влезать и ругать за каждое неправильно написанное слово или там ай-яй-яй может быть не всегда стоить. Министерство образования совместно с нашими ведущими провайдерами интернет, они запустили уроки безопасности именно в сети интернет. И если через эти уроки пройдут, я надеюсь, очень скоро все дети, я думаю, взрослым тоже нужно поинтересоваться малейшими вот этими вот минимальными рекомендациями, какие опасности нас подстерегают сети интернет и как с ними бороться. Сегодня уже невозможно полностью изолировать ребенка от социальных сетей, но для взрослых очень важно, чтобы все-таки вы контролировали время, а также чтобы вы всегда следили, что в его жизни еще есть, кроме социальных сетей. Обязательно наполняйте эту жизнь своим присутствием. Следите, чтобы в этой жизни было место, было время его жизненным интересам. Уважаемые родители, зачастую устранить причины какие-то негативных тенденций гораздо легче, чем бороться с их последствиями. И зачастую поведение в виртуальном мире потом подпадает под действие реальных законов. Поэтому я вас призываю контролировать ваших детей в социальных сетях и учиться этому. Уважаемые родители, не бойтесь социальных сетей. Будьте в социальных сетях вместе с детьми. Потому что, когда вы будете с ними там рядом, они не будут там шалить. Уважаемые родители, сегодня наш уровень знаний зачастую отстает от уровня знаний наших детей. Приходите в компьютерные школы, где опытные педагоги научат вас грамотному использованию социальных сетей. Итак, как быть таким явлением, как социальные сети, где порой сфокусирована вся жизнь современного подростка? Спокойнее относиться к ним, не заменять ими свою реальную жизнь и быть в этом примером для своих детей. Это была программа «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова